Подводим итоги матча СБР-ВТБ-Де-Уриц, колевая ничья 3-3 в нашей послематчевой студии Михаил Смоленинов и Владислав Беззубек. Владислав, ну давай делись впечатлениями. Главный вопрос, почему не было Александра, нещука сегодня вашего руководителя, и почему такой небольшой сбор? Порвыкли мы, что у Урицка обычно, ну в прошлой игре вообще было 17 человек. Ну Александр немножко на работе занят, сегодня подвернулась ему работа. А сбор, на данный момент у нас некоторые перестроения в команде. После наших неудачных игр что-то постараемся поменять. Вот сегодня я думаю, что ничья не устроила ни вас, ни нас. Хотели победить все, боевая игра, мне понравилось. Все на грани, эмоции, все было. Ну тебе понравилось вообще действие Урицка по мне, по мне, то что я видел до этого, в прошлом сезоне и на старте этого. Очень плохо с ним выглядели. Ну сегодня, так скажем, не было эмоций почему-то. Странно почему, как-то играли без желания, такое ощущение, что вышли мы во дворе вот покатать, да, собрались там по звонку. Как-то, не знаю, будем добавлять. Пока сложно сразу с первого матча, будем добавлять. Михаил, ну давай делись ты впечатлениями, ввели, да, по ходу матча, упустили на последней минуте победу. Что скажешь, закономерная ничья? Хорошая игра, игра ничья, считаю, закономерная. Соперник тоже интересный. Что одно очко за три последних тура, это уже хорошо. Надеюсь, что следующая игра будет победа. А так, интересная игра, соперник тоже интересный. Ну, где-то не повезло. Ну, а с чем ты связываешься, что вот такой был хороший старт, три победы, и потом он сейчас уже три игры победить не может? Ну, я думаю, еще команды не втянулись в игру, поэтому так нам легко отдались первые три игры. А сейчас все уже готовы к нам, как к новичку. Поэтому на нас настраиваются, с нами играют, а не как первые три игры. Считали, что мы проходные, а мы давали отпор, выигрывали. Поэтому сейчас, я думаю, сложнее будет и интереснее. Как тебе впервые играли при дневном свете? Как тебе по сравнению с ночными играми? Ну, конечно, лучше играть, когда видно мячик. Интереснее. Игра, может, в пас получается больше, чем когда темно. Стараешься больше выбить, чем поиграть в футбол. Влад, как вообще оцениваешь старт у Рицка в этом сезоне? Ну, пока тяжело оценивать старт. У нас вот сегодня пятый матч, да? Первый раз только Горбашов появился. А это нас как бы связующее звено. Потом Котов сегодня пропускал, да? И у нас вот эти вот постоянно какие-то новые... Вот приезжали на игры, постоянно разные сочетания. Сейчас надо постараться наиграть вот конкретный костяк, чтобы мы все знали, кто чего как. Вот первый блин не комом, но, к сожалению, не победили. В первом тайме было два шикарных момента, они реализовали. Потом нас наказали за это. Ну, в принципе, пенальти не буду говорить, не обсуждаю судейство. Наши ворота тоже ставили неоднократно. Но 3-3, я считаю, закономерно полностью. По второму тайму тогда. Ну, сегодня, да, знаковое событие. Александр Нищук должен быть доволен. Сегодня, наконец-то, вам не поставили пенальти в ваши ворота. Три игры подряд ставили. Ну, видимо, да. Поработали с судейским корпусом. Теперь поставили в чужие ворота. Мы его реализовали, и слава богу. Ну, ребят, поздравляю, хорошая команда. Дима Тащану, я думаю, что на уровне. До сих пор на уровне. Скажи мне, вот уже 5 туров сыграли. Насколько существенна потеря Димы Китабова? Ну, я, может быть, секрет тебе открою, ты не в курсе. В ближайшее трансферное окно у нас договоренность Ткаченко, Константинов и Китабов. Вот, придут в уриск. Ну, я шучу, конечно. Ну, существенно, конечно. Но это центр наши, это наши игроки связующие. Был Китабов-Горбашов, да, связка. Вот, сейчас как-то наигрываем, стараемся новые. Вот Антон Лысов у нас, Бобров. То есть, вот, сейчас будем что-то менять, стараться, пытаться. Поменьше, может, народу будет присутствовать на играх. В Суперлиге, конечно, так не пройдет. Там нужно... Ну, если бы у нас было две равноценные семерки, спору нет, играли бы семерками. Будем что-то делать, что-то менять. Спасибо. 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 Продолжение следует...